Революция ходит на меня. Ты денег лишних много накопила? Я за год ни разу не позвонил, за год. Кому надо брякну, если нужно, ответят. Давайте, разговаривайте, чтобы не наказалось. Она заглядывала в келью к мужчинам. Для того, чтобы поговорить с Нестеркой. А Нестерка, это ее брат, меньше ее. А зачем? Она говорит, поговорить. Я говорю, ну давай, она сейчас разговаривает. Разговаривайте, иначе я обоих накажу. Ну, а несколько дней назад там уже Нестерка не было. Ты подлилешь, чтобы микрополит. Ты хочешь в машинку украть? Хочу. Да. А можно мне? Ну, пожалуйста. Выграй. Нестерка, а чем копать песочек? Ну, мало. Так уже наговорились или ничего, ты не слышишь? Больше не будете разговаривать? Заглядывать не будешь больше? Все, наговорились, все. Иначе я вас за ваш степь отправлю, и будете там стоять, все равно сейчас разговаривать. Спросите, как зовут друг друга. Где живете? Живете же. Так, ребята, живите мирно. Разборки вот такие вот, у меня они совсем ни к чему. Кто-то что-то сказал, прям сразу, я ударю, посыпаются зубы. Кто-то сказал, пропустил слова, а эти слова к тебе вернутся. То есть наказание-то в другом. У Бога ни одно слово не проходит бесплатно. И это слово тебе вернется где-то, явно встретится где-то по зубам шварцуза, и ты скажешь, за что? За это вот самое. Вы просто не знаете закона Божьего возмездия. Бог вразумляет нас через это. И это не по злобе, а по вниманию. Ну все, благодарите дежурного, поваров, перекрывающих. Субтитры создавал DimaTorzok